Минута прошла, давайте продолжим. Значит, перед самым перерывом купил предложение. Вроде как. Разумное. Продолжение заключалось в том, что политикация точки B политикации точки A мы тропать не будем. Политикация точки B хотела бы упрощить дополнительным планировкам, что Y2 меньше, чем X2. С тем, чтобы сразу показать, что проходя по друге B, у нас это тоже всегда будет выполнено. И эта мысль обосновалась тем, что нам надо будет потом доказывать вот этот кусок после словия. И не имея такого политика, мы его не докажем. давайте соответственно посмотрим, как это повлияет на то, что мы только что рассмотрели, на путь из A в B. Это означает, что у нас в конце будет написано, что естественно, Y2. Y2 это у нас что? Y2 это у нас Y2 плюс X2 относительно начала. X2 строго меньше, чем X2. Правильно? это у нас следует из посылки, что Y2 меньше 0. Правильно? из этого следует вот этот пузор. То есть, эта часть подтверждения выполнена. Давайте теперь посмотрим на путь, в котором мы можем попасть в точку B еще раз. но это, соответственно, путь, когда мы пойдем здесь по циклу. То есть, когда мы в B попадем не с точки A, а с точки B. Но вот здесь пойдем с точки B в точку B и попробуем показать, что паралитикат переписанный к точке B будет выполнен. То есть, вначале у нас мы предполагаем, что он выполнен. То есть, у нас верно, что X1 равняется Y1 на X2 плюс Y2 и верно, что Y2 меньше в 2 кроме того, верно, что мы пошли здесь по веточке трое опять, то есть, Y2 оказался меньше 0. И хотим показать, что, когда мы придем в точку B, у нас опять предикат будет выполнен, но с измененными значениями промежуточных переменок. То есть, что означает? что X1 равняется Y1 минус 1 умножить на X2 плюс Y2 плюс X2 и Y2 плюс X2 меньше X2. Y2 меньше 0, что тоже у нас в посылке есть. тем самым мы покажем, что когда мы не прошли по другим B, у нас кредикат B будет выполнен. И теперь осталось рассмотреть второй способ попадания в оператор K соответственно из точки B. 0, соответственно, на поправлю здесь. у нас посылка та же самая, выполнена PB, но здесь мы повернули не на ветшку FALSE, то есть у нас Y2 оказалось больше либо равно 0. И мы хотим показать, что будет выполнено после условия, то есть у нас будет выполнено, что X1 равняется Z1 на Y1 на X2 плюс Y2 и 0 меньше либо равен Y2 меньше X2. Значит, это, понятно, у нас следует напрямую, что Y2 больше 0 следует отсюда, естественно, Y2 меньше X2 следует отсюда. Так, соответственно, наше утверждение выполнено, то есть поэтому суть из этого следует, что когда мы оператор H2 не пришли, у нас будет выполнено после условия. Правильно? потому потому что оператор H2 можем попасть либо из нашей точки А, либо из нашей точки В. А как мы с вами показали по индукции, что всегда, когда мы находимся в точке А, выполнен предикат ПА, всегда, когда мы находимся в точке В, выполнен предикат ПА. То есть тем самым мы с вами что показали? Если формально халить. Частичная корректность? Частичная корректность? Мы показали, что когда бы мы в точку HAL не попали, будет выполнено постусловие. То есть показали частичную корректность. Для того, чтобы доказать полную корректность по лимме рассмотрим на прошлой лекции, нам осталось показать что? Что программа всегда придет в халить. Программа всегда, когда выполнено предусловие, придет в халить. Значит, давайте теперь на это посмотрим. То есть как это можно было бы доказать. что значит, что программа не придет в халить. Значит, она будет где-то бесконечно крутиться по циклу. Циклов у нас два. Лимбл поделим. Лимбл может, если из него пройдем дальше, то можем крутиться во втором. Соответственно, нам надо показать, что мы по этим циклам бесконечно крутиться не можем. Для этого давайте припишем в той же точке а функцию например y2 и с вами мы можем посмотреть, что каждый раз, когда мы по циклу проходим, у нас y2 уменьшается, потому что мы из него вычитаем x2, а x2 у нас число положительное. То есть, при каждом витке у нас y2 уменьшается. При этом, раз мы идем по циклу, у нас выполнено условие, что y2 может быть равно x2. Соответственно, если предположить, что по этому циклу мы будем ходить бесконечное количество раз, означает, что у нас будет бесконечная последовательность чисел таких, которые нам дают функция qa в данной точке. То есть, там у нас есть y2, мы там записываем y2, первое. Прошлись по циклу, у нас появилась новая, y2, второе. В чем прошлись? Выглядит 2,3 и так далее. Если мы предполагаем, что мы будем ходить бесконечное число раз, то у нас таких чисел будет бесконечная последовательность. При этом мы знаем, что каждое число меньше предыдущего, при этом оно ограничено снизу, нет функционного числа. Соответственно, мы можем сделать вывод, что такого быть не может. Мы знаем, что не бывает бесконечно бывающих последовательностей целых чисел, ограниченных снизу. У нас домен целых чисел. Соответственно, у нас есть переменные целых чисел. Соответственно, мы показали, что бесконечно ходить по этому циклу мы не можем. Давайте теперь посмотрим на второй цикл. И давайте посмотрим на ту же самую функцию qb равна q2. Например, здесь мы увидим, что у нас y2 каждый раз увеличивается. При этом, раз мы ходим по циклу, то у нас y2 меньше, то ли. Примерно в том, что мы не можем бесконечно возрастать по последовательности целых чисел, ограниченный сверху нулем. Соответственно, бесконечно ходить по этому циклу мы тоже не можем. И мы всегда из него выйдем, то есть буквально отдыхать. И мы все это доказали основой, собственно, на нашем предусловии, говорящем, что число x2 положительное. То есть мы можем показать, что если x2 положительное, то программа всегда завершится. Теперь по лимме следует, что из частичной корректности завершимости следует полная корректность. То есть тем самым мы показали, что программа, заданная данной блок-схемой, является полностью корректной относительно спецификации, спецификации, заданной предикатами φ и φ. Значит, хорошо у нас получилось? Ну, я думаю, что вполне. Хорошо? Но за такое доказательство на зачете вы получите неудачу. Причина этого я расскажу позже. Не потому, что доказательство было неправильное, а потому, что такие требования зачета. Соответственно, сейчас, когда мы посмотрели на этот пример, самое время сформулировать метод доказательства полной корректности программ, заданных блок-схемой, относительно спецификации, заданной пред- и постусловиям. Причина. 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 Так, значит, для f, прежде чем мы сформулируем метод, мы должны ввести пару определений более формально. То есть мы, по сути, этими терминами уже оперировали в ходе нашего доказательства. Так скажем. Теперь мы их ведем более четко. Значит, для пути альфа в блок-схеме нафига. То есть рассмотрим путь в нашей блок-схеме. Соответственно, у нас вершина в этом пути – это операторы в программе. и между ними проходят дуги, помеченные символами true, false или epsilon. Е0. Соответственно, мы введем 2 функции. r, альфа, x, y. Первая функция называется прадикатом пути альфа. Вторая функция называется функцией пути альфа. Значит, семантика прадикатов пути заключается в следующем, что по сути прадикат пути определяет ограничение назначения входных и промежуточных переменных в начале пути, при которых мы пойдем именно по этому пути, а не свернем где-нибудь в сторонку. Потому что если смотреть на блок-схему, у нас где-то здесь встречаются условные операторы, у них, соответственно, есть здесь какие-то боковые ветвления. И вот предикат пути определяет ограничение назначения переменных в начале пути, при которых мы пойдем именно по этому пути, а не свернем где-то на боковичок. Соответственно, функция пути по значению переменных в в конце этого пути. То есть определяет, как изменятся промежуточные переменные после того, как по этому пути мы прошли и все операторы присваивания выполнены. Ну, формальное определение, оно достаточно простое, но не короткое. Значит, определяется по индукции нуля. Значит, ну, соответственно, мы будем говорить, что r, mt и r, альфа, mt, и так далее, она у нас определяется по хвосту, начиная с, скажем, пути n, mt, и так далее, до nt плюс 1. То есть, соответственно, для определения мы сначала рассмотрим путь, состоящий из одной вершины, соответственно, в нем у нас r, альфа. kt равняется r, r, r маленькая, kt равняется просто тогдественной ультой. То есть, это будет нашей базой для определения функций по индукции. Соответственно, переход заключается в рассмотрении различных вариантов связки e, mt, при условии, что мы считаем, соответственно, r, m плюс 1 уже определены. Теперь мы можем определить r для m на основе r плюс 1. То есть, соответственно, мы говорим, что r, mt, соответственно, у нас равняется различным, то есть выражается через r, m плюс 1, в зависимости от того, какого типа была связка e, mt. соответственно, если e, mt была связка оператора присваивания x, mt, то у нас r, m плюс 1 под x, y, то же самое для оператора joint. Если же у нас это был оператор тест, то у нас, соответственно, e, и дуга помечена true, то у нас это будет r, m плюс 1 от x, y, и t от x, y. где t, это у нас условие, приписанное к оператору тест. Естественно, если у нас дуга, вот эта дуга, соответственно, помечена меткой пол, то у нас здесь будет отрисание. то есть если у нас e, mt, из оператора тест и помечена меткой false, то тест то на функция пути изменяется таким образом. Да, аналогично для, в общем, предикат пути. Аналогично для функции пути у нас r, m, x, y, равняется для операторов joint и тест просто-напросто равняется r, m плюс 1. Вот. Вот. Для оператора assignment у нас r, m плюс 1, вот. g от x, y. Значит, здесь что у нас получается, что если мы проходим через операторы join и test, то у нас никак значения переменных не изменяются. Если мы проходим через оператор присваивания, то у нас получается композиция того изменения, которое у нас было приписано к данному оператору assignment, то есть функция g, и, соответственно, композиция с хвостом пути. Ну, естественно, по-простому, то при рассмотрении всего пути у нас функция пути это вот композиция всех операторов assignment, которые на пути встретились. точно так же, как предикат пути, это у нас просто-напросто конъюнция всех предикатов, приписанных к условным операторам, которые у нас в пути встретились. у нас, соответственно, либо в прямом виде, либо с отрицанием в зависимости от того, по веточке true мы пошли в этом пути или по веточке false. Это понятно? Так, во сколько у нас заканчивается? Отлично. Теперь мы сможем после того, как ввели эти определения сформулировать первый метод доказательства корректности программ, который называется метод индуктивных утверждений. Флойда. Соответственно, этот метод позволяет доказать корректность программы заданной блок-схемы относительно спецификации, точнее, частичной корректности. Соответственно, второй метод флойда, который мы с вами рассмотрим, метод фундированных множеств позволяет доказать завершимость программы, что в сумме отдаёт нам доказательства полной корректности. метод индуктивных утверждений флойда состоит из трёх шагов. На первом шаге мы выбираем множество точек сечения. Значит, множество точек сечения — это множество дуг в блок-схеме. такое, что каждый цикл в графе разбивается хотя бы одной точкой сечения. То есть для каждого цикла в графе существует как минимум одна дуга, которая принадлежит множеству точек сечения. Заметим, что для нашего примера, взяв множество точек сечения А и В, оно в действительности окажется множеством точек сечения. Поскольку в первом цикле есть дуга, а именно А, которая является точкой сечения, и во втором цикле есть дуга, а именно В, которая является точкой сечения. Соответственно, других циклов в графе у нас нет. Заметим, что не требуется, чтобы на каждом цикле была ровно одна точка сечения, их можно брать несколько. Точно так же не обязательно, что у каждого цикла есть своя собственная точка сечения. Если несколько циклов имеют общую часть, и мы берем дугу, которая к этой общей части принадлежит, то у нас, соответственно, два цикла могут разбиваться одной точкой сечения. Итак, если мы на первом шаге выбрали произвольное множество точек сечения, то на втором шаге мы выбираем индуктивное утверждение. А именно, для каждой точки сечения и из множества точек сечения мы приписываем преддикат в эти. Семантика которого заключается в том, что каждый раз, когда мы проходим через соответствующую точку сечения, то есть, через соответствующую дугу i, у нас индуктивное утверждение, то есть, выбранный преддикат p и t, является истинным. То есть, это инвариант при прохождении по соответствующей дуге. Ну и заключительный шаг появится условие верификации. На этом шаге мы выписываем следующие утверждения. Значит, для всех базовых путей в блок-схеме. Для этого нам надо определить, что такое базовые пути. Значит, базовым путем в блок-схеме называется путь в графе, который начинается в операторе start или точки сечения и заканчивается в операторе halt или точки сечения. Это раз. А во-вторых, в середине этого пути не содержится других точек сечения. То есть, еще раз. Базовый путь для данной блок-схемы и данного множества точек сечения это путь, который начинается в операторе start или точки сечения заканчивается в операторе halt или точки сечения и не содержит других точек сечения в середине. Ну, то есть, для нашего примера, если выписать все базовые пути для точки сечения А и В, у нас получится start A, потом A, 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 H, AB, B, 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 H, B, то есть, start H, у нас не является базовым путем, потому что в нем содержатся в серединке точки сечения А, но точно так же ну, собственно, перебирая все возможности еще можно рассмотреть только B, A но B, A пути в графе не существует все остальные базовыми путями являются соответственно у нас получается 4 вида базовых путей те базовые пути, которые начинаются с точки сечения и заканчиваются с точки сечения будем называть промежуточными те, которые начинаются в операторе старт заканчиваются с точки сечения начальными те, которые начинаются с точки сечения и заканчиваются в хальт будем называться конечными но у нас еще есть вырожденный случай путь из старт в хальт который мы так и будем называть так вот условия верификации нам нужно выписать для всех для всех базовых путей в нашей блок-схеме которые получаются для данного множества точек сечения и эти условия будут немножко отличаться в зависимости от вида этого базового пути то есть первый вид пути когда у нас и идет из точки сечения а из точки сечения б то есть это промежуточная база пути для него условия верификации выгодят следующим образом любого х любого у из пи от x y и и от альфа от x y следует п п п от x y правильно вот вверх а который значит это утверждение говорит по сути что если в начале было выполнено индуктивное утверждение и мы прошли по пути альфа то в конце будет выполнено индуктивное утверждение конечной точки соответственно если у нас и начальный базовый путь то условия верификации следующие для любого х да для упрощения можно считать что условия к условию верификации еще мы всегда можем приписать здесь фи от x поставив поскольку x у нас никогда не меняется то можно считать что всегда в посылке нам оно известно то есть для в посылке все есть конец предусловия соответственно для начального базового пути условия верификации будет следующим образом любого х при условии что выполнено предусловие и у нас выполнено r альфа для x f от x где f от x соответственно функция приписанная к оператору старт то есть функция начального присваивания промежущих перемен в конце концерта будет выполнена p a от x от r альфа от x естественно f от x то есть то есть значит третий случай когда у нас из точки промежуточной точки мы идем мы идем в оператор х в этом случае условие верификации выглядит следующим образом любого x любого y из того что выполнено предусловие фи из того что выполнено предикат p от x в начальной точке и из того что у нас выполнено условие прохождения по пути так я только здесь на это место и должен альфа писать раз я его путь альфа называю значит следует что в конце будет выполнено выполнено предикат c от x и от соответственно h от x от r альфа x от y то есть для завершающих путей у нас наше условие верификации говорит что если у нас выполнено предусловие выполнено индуктивное утверждение в начале пути и по этому пути мы прошли то в конце должно быть выполнено постусловие ну и наконец наш выроденный случай когда путь у нас из старта в халь ведет тогда условие верификации должно выглядеть следующим другом х х и от x и веруя от x от x от x от x следует си от x от x от x от x и так и здесь аж должно быть наш я забыл ставить так ческобочек много но по сути это говорит о чем что если было выполнено предусловия в начале пути и мы прошли именно по этому пути то есть выполнено условия прохождения по пути то в конце будет выполнено пост условия соответственно учитывая что мы сначала выиграть присвоили f потом прошли по пути у нас ира альфа определяется композицию всех присваиваний и в конце мы еще в z присвоили с помощью функции h вся эта композиция дает нам z в пост условии и это пост условия должна быть выпутана так вот теперь когда мы выписали условия верификации метод флойда говорит что если на первом шаге мы выбрали множество точек сечения втором шаге выбрали объективное утверждение на каждой точке сечения на третьем шаге выписали все условия верификации для всех базовых путей в данной блок схеме по вот этим правилам то если каждая из выписанных условий верификации является тождественной истинных то данная именно вот это является частично корректной относительно спецификации заданной фи и в си на сегодня у нас время вышло то мы чуть-чуть обсудим поподробнее сейчас я только хотел сделать объявление начнем напомнить что вы можете получить задачки на метод флойда до первого декабря если напишите мне письмо значит стать можно будет тоже по почте и до какого числа до второго декабря так почта простая хорошо в собаке спросу вот так что если вы хотите получить задание для практики пишите на этом на сегодня все спасибо продолжим в следующий раз спасибо спасибо Продолжение следует...